Неправильное оформление земли, очереди в детские сады и недопонимание с различными структурами и ведомствами. На прием к сенатору идут с самыми различными вопросами. Помогать старается всем по мере возможности и в рамках закона. Как рассказал сам сенатор, в каждой проблеме он разбирается лично. И по статистике 9 из 10 вопросов удается решить положительно. На приеме был мужчина, который получил травму, военную травму, инвалид первой группы. И прошло уже много инстанций, все суды. Вот мне пришлось обратиться к главному военному прокурору Фридинскому. У меня личная встреча с ним была. Сейчас пытаемся ему помочь. Человек полностью инвалид по зрению. В этот день на прием к сенатору пришли не только рядовые горожане, но и представители районных властей. Заместитель главы Благовещенского района Марина Голубцова попросила походотайствовать об открытии двух детских садов в селах Чигири и Устивановка. Оба здания администрация выкупила еще в прошлом году, но из-за изменений в законодательстве оформление документов на дошкольные учреждения затянулось. Между тем в обоих зданиях идет ремонт, рассказала женщина. Кадровый вопрос тоже уже решен. Кстати, стоимость организации одного детского места обошлась почти в 200 тысяч рублей. Конечно, нам не удалось их быстро открыть, потому что этих средств, конечно, не хватает, потому что стоимость гораздо выше одного места для ребенка. Поэтому общими усилиями сейчас пытаемся как-то довести до, скажем, логического завершения и как можно быстрее открыть полноценный детский сад именно с образовательной деятельностью. И если бумажные вопросы удастся решить в ближайший месяц, набор малышей объявят уже весной. Два детских сада смогут принять почти 150 детей от 3 до 6 лет. А в перспективе значится и открытие ясельных групп, рассказала Марина Голубцова. Ирина Кобзай, Роман Юдаков, Первый областной.